Новый учебный год стартовал не только для вчерашних 11-классников, но и для 9-летней Алисы Тепляковой. Девочка сумела сдать ЕГЭ и поступить на факультет психологии в МГУ. Что это, феноменальный ум или нереализованные амбиции родителей, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Появление самой юной российской студентки вызвало огромный ажиотаж и всевозможную критику. Ее отец Евгений Тепляков рассказывает, что Алиса никакой не вундеркинд, а самый что ни на есть обычный ребенок. Дело в воспитании. Девочка никогда не ходила в школу, но с ней всегда занимались родители. Такое заявление вызвало бурные обсуждения. Кто-то поддерживает инициативного отца, а вот ряд психологов выступает против. Понятно, что кроме предметно-научного интеллекта у ребенка еще есть так называемый социальный интеллект. Это его способность чувствовать других людей, чувствовать переживания, эмоции, знать других людей. На основании этого быть эффективным при общении в обществе. Так вот, ребенок этот, в 9 лет, если он будет учиться вместе с студентами, конечно, это вообще невозможно. Социальный интеллект его очень низкий. По мнению Рамиля Гарифулина, Алиса Теплякова поставила диагноз в школьной системе образования, поскольку смогла обойти ее путем зубрежки или, грубо говоря, дрессировки. Несмотря на то, что, по словам ее отца, обучение проходит исключительно в формате игры без жестких рамок, полученные знания нельзя назвать зрелыми. Мы, как педагогики, знаем, что есть так называемые знания, которые просто выражаются словами, знаками, но есть еще знания на уровне убеждения. Знания, которые проверяются в процессе способности решать практические задачи, которые человек применяет в жизни. И в конце концов, есть еще творческие способности. И я уверен, что вот с этим, наверное, проблема. История Алисы Тепляковой поставила диагноз не только системе образования, но и амбициозным родителям. По мнению Рамиля Гарифулина, таким воспитанием родители выражают комплекс неполноценности. Доцент кафедры педагогической психологии КФУ советует, если ребенок проявляет талант в учебе, его, конечно, нужно поощрять и периодически повышать планку. Но при этом необходимо соблюдать баланс между занятиями и социальной жизнью. Добиться такой гармонии очень просто. Ребенка надо любить и не использовать в решении своих психологических проблем. Родители должны объективно себя оценить, можно даже прийти к психологу и глубоко понять свое поведение в отношении своих детей. То есть это, по сути дела, проблема семейной психотерапии, когда поведение родителя анализируется для того, чтобы понять мотивы поведения при взаимодействии родителя с ребенком. И это бывает иногда больно, и родителю в этом надо помогать. Несоблюдение гармонии между учебой и социальной жизнью может спровоцировать у ребенка невроз, тревожность и когнитивный диссонанс. Как итог, проблемная личность, страдающая в зрелом возрасте и имеющая множество обид и претензий к родителям. Тем не менее, отец юной студентки отрицает это, хотя и сам имеет диплом психолога. Помимо Алисы, в семье есть еще шесть младших братьев и сестер, которые идут по ее же стопам. А вот какими личностями они станут, покажет лишь время. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюс.